Продолжение следует... 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 Адмиралтийская слабота, это вот уже в ближнем устье, видите, даже буксеры сюда заезжали, а с этой стороны вот льнокомбинат. А эта вот церковь стоит, это церковь прохового завода. Есть снимки, правда здесь я не уставил, есть снимок прохового завода, тоже издалека снятый. На это вот ближний устье, дальний устье, то есть это если ближний, это дальний устье. Это уже Казанка вливается в Волгу, и когда Казанка не мил, вот здесь как раз дебаркадеры стояли, и пароходы я останавливаюсь здесь. Поближе получается народ. Светлана Рагу, там есть у вас фотография одна, где вид на Суимбике, и Казанка там, где теперь цирк, по всей видимости, и втекает в Булак. То есть сейчас там площадь уже. Там большое количество баржи стоят. Ну посмотрите, надо сразу. А, это Брэндиский, да? Ну вот этот мост, здесь вот мост. Ленинский мост. А вот здесь вот соединение с Булаками. Да, потому что мне еще папа рассказывал, что они катались в молодости по Булаку на маленьких катерах. Вот видите берег, не то, что присталь, а Казанка заполнилась, а потом, в смысле, вода подымалась, когда заполнилась, а когда вода уходила, то Казанка меньше становится, а из Булак вода уже не утекла. Получается, один человек только. Ну тут снимок, это вот наш госпиталь, самый ранний снимок. Это площадь... Ну это против Корстона. Да, да. А это у нас психбольница. Вот эта дорога, Сибирский тракт назывался, откуда декабристов всех увозили. От Сибирского тракта туда вот заход. Ну, здание, будем говорить, что солидное по тем временам, поэтому их снимали. Это где Октябрьский городок, психбольница улицы Сеченова. Да, на Сеченово. Улицы Сеченова. Да, ну, сзади вот эти психбольницы, там же тоже были самые... Там обраги. Обраги, леса там были. Ну, вот немецкая Швейцария примерно вот в этом районе была. Русская Швейцария это у нас парк, а немецкая туда, ну, некоторые говорят, что это где радио... Такие вот самые вышки стоят наши. Ну, а в принципе, вот они отсюда немецкая Швейцария начинала. Конечно, по Герию когда идешь, так более-менее. Ну, тут известная... Это вот дом-музей. Сперва это гостиная дворская была, два этажа. Тут еще музея нет. Музея брала в конце 19-го века. Это Воскресенская получается, да? Улица, да, Воскресенская вот эта улица. А тут это со Спасской башни снят снимок сделано. Кремлевская. Ну, это тоже вот снято с Кремлевской, это самое, со Спасской башни в сторону церкви. Это вот Богородинский, наверное. Да, Воскресенская церковь. И тут, да, это вот... Сейчас, минуточку. Я немножко выру вам. Это Булак. Булак, это Владимирская церковь. У меня там где-то есть Владимирская церковь. Потом вы сами увидите. С той стороны, по-моему. Вот Владимирская. Это вот церковь стоит в конце Островского. И здесь тоже Сталинка стоит. Зеленая. Да. И здесь вот Мусаджония улица. И вот церковь, это уже сюда ближе. Это Лобачевская улица. Вот здесь Лобачевская улица. Ну, это вот эта самая церковь, в которой дали... Ну, это известная... Тут разлив как раз снято. Да, это часовая спасение рукотворного. А здесь вот написано. 1888 год. Эта выставка была организована. Это тоже всесоюзная выставка была в Казани. Это вход в выставку. А Петрушинский разъезд. И тут, получается, конка уже существовала. И вот так уходил туда в Устье. Дамба Густинская и трамвай. И вот конки туда ходили. Бельгийцы строили конкур. Да, да. Ну, и получается, вот сейчас, в настоящее время, вот Петрушкинский разъезд, там памятник стоит. Поставили. Конку как раз поставили. Вот это место. Да, да, да. Ну, тут тоже, наверное, уже, знаете, это вот здание Бегемот. Тут высокое здание построили современное. Тут вот спутник бывший наш. Да, да, да. Чернышевский, наверное, поднимается. Это профсоюзная у нас. Тут это самое. Ну, так Гостина Дворский называлась. Сейчас Чернышевская улица. Ну, это тоже место, только ракурс немножко другой. Это сверху снято, а это снизу снято. Это, наверное, Швейцария, да? Нет, это Апанавийский сад, это где Динамо был. Место в Динамо был Апанавийский сад, и там театр был Апанавийский. Тут и кино показывали, спектакли давали. По тем временам оперу слушали. Ну, а тут, я сам говорил, что не поставил, оказывается, есть. Это вот церковь форхового завода. А знаю, она про вас. Ну, это узнаваемо. Это Александровский пассаж. И внутренняя часть. Лена, посмотри, внутренняя часть. Это совершенно необычный вот здесь памятник. А я помню из детства, что там был кинотеатр Пионер в Губине. Да, с угла. А здесь был небольшой фонтан такой, да? И текла вода. Видимо, мы можем позже немножко делали, потому что это более ранний снимок. Более ранний снимок, конечно. И стеклянная крыша. И пол еще тоже. Стеклянный пол. И стеклянный пол из плита. И вот эти вот магазинчики все маленькие тут красивые. Статуи черной женщины. Вы знаете, насколько я знаю, это копия. Нет, там не рыцарь. Там дама, держащая за руку маленького мальчика. И это... В открытии это и есть. Да. Это Шопен с мамой. Да, потому что Александров увидел это в Польше. Он был в Польше, увидел эту скульптуру. Ему очень понравилась она. И он попросил сделать копию. Поставил ее в своем пассаже. Это два в мире. Один в Польше, а второй был у нас. Мы куда делся сейчас, не знаем. В Кремле церковь наша колокольня снесли. Это 20-е годы. Ну, в таком месте, куда-то хирейский дом. Дома хирей. Заборчик был. Это забор убрали. Сейчас сквер у нас. Ну, а тут... А вот если смотреть на эту фотографию, это колокольня, вот эта вот? Да, да, вот эта колокольня, она вот здесь. Ну, тут настоящая Рахматуллина. Это Мариинская гимназия. Тут шестая школа в свое время была. Но это вот снимок вообще-то 22-го года. Но есть снимки и дореволюционные. Это тут контора земства была. Тут Шелябин начал свою работу вот в этом здании. Ну, снимок распространенный. Он и с той стороны есть снимки, и с этой страны. Но в данном случае это снимок 22-го года. Ну, очень хорошо тут видно это здание, поэтому уж я тут выставил. Тут у нас вот Кабан. Тут водные станции на Кабане. Это со стороны Мержане, если по-нашему говорить. Тут в свое время была станция Досав. В наше время. Если кто Кабан хорошо знает. С той стороны вот этот завод Вараксина, водочный завод. И напротив вот как раз водочная станция. Тут вот, видите, идет соревнование. В основном люди в формах. Это, видимо, гимназисты соревновались. Ну, Кремль тут узнаете. Вот вода у нас ушла. Да, практически. Мелкая. Ну, вот тут есть снимок, оно аннотированное. Виляев фотографировал. Тоже 19-й век человек. Ну, тут снимки вы, наверное, узнаете. Это Державельский сад. Театр стоял, будем говорить, место сквера, который за память Дика Млеина. Вот на этих снимках театра надо обратить внимание. Вот такие вот порталы, которые есть. Это каменные, это открытка, снятая позже. Пожар был, после пожара вот такие возведены. А до этого самые первые у театра вот такие порталы были. Металлические стойки. После пожара заменили вот на эти. На каменные. Да, на каменные. Ну, здесь хорошо видно. Это вот здание МВД. Это штаб или гарнизонный сейчас у нас. Это улица Дзержинского, да? Это Дзержинский, вот самое. И с этой стороны Дзержинского. Здесь вот видно. Здание стоит. Это вот фотография Вяткиной. Она вот здесь как раз находилась. И тут вот подъем лестницы есть. Наверное. А это Ленинский сад, наверное. Да, Ленинский сад. Вот в таком виде. Такого вот виде. Ну, тут рестораны были вот с этой стороны. А там Черное озеро дальше. Там были озера. Ну, Черное. Оно же все Черное называлось. Ну, тут нижняя часть, там зимой каток заливали. Тоже в этом плане использовали сад. Ну, а это Булак, я так понимаю. Это Булак. Ну, это реальное училище. Реальное училище. И, видимо, это Лебединский мост вот этот вот, да? Нет? Лебединский мост каменный. А вот этот вот круглый такой, да? Лебедево. Мост Лебедево. Мост Лебедево. Да, на свои деньги он построил. Ну, открыто это не есть. А здесь вот нет, потому что эти снимки более ранее. А строил-то его он попозже, кажется. Поэтому, видимо, в эти снимки Бебиного не попали. В основном это Бебинские снимки. Ну, насколько я читала, эти мосты строили... Благотворительные, да? То есть соединяли русскую часть города с татарской мостами. Ну, в данном случае это пешеходный мост. Видите, узкий. Да, да, узенький. Деревянный, узкий. Ну, в самом плане можно было передвигаться. Сискандарагова, огромное вам спасибо. Так приятно, так интересно. Познание больше будет? Нет, что вы. Может быть, воспитаете тоже своих... Что вы, что вы, мы стараемся. Многие начнут собирать. Мы стараемся. Мы стараемся. Надо, чтобы дети тоже нашли. Мы нашли и знали. Мы так и стараемся. Поэтому я и книги выпустил. Конечно. Чтобы люди знали. Конечно. Не у себя только держать, а показать, что есть у нас. Спасибо большое вам за все. Спасибо. Спасибо. Спасибо.